Привет всем, друзья! Сегодня с вами снова Владимир. Я немного устал, потому что пытался снять этот скринькаст уже в течение получаса. Камера никак не хотела фокусироваться. И поэтому давайте я вам просто расскажу вкратце о нескольких программах, которые позволяют комфортно читать различные сетевые ресурсы через смартфон, планшет или любое другое устройство на операционной системе Android. Есть такой замечательный канал VESI24 и есть такое же приложение в Google Play. В чем его преимущество? Ну, это в принципе гуишка, натянутая на сайт, но причем очень удачно. И это не официальное приложение, а сделанное программистом, разработчиком. Ссылочку на программу вы видите в описании к этому видео. Там же сможете посмотреть, кто же сделал это великолепное приложение. Итак, посмотрим на интерфейс и вообще, как здесь все организовано. Вверху мы видим главную новость, она всего-навсего одна. И уже после свайпа влево-вправо мы перемещаемся между новостями. Сейчас мы находимся в разделе новости. Сейчас мы перейдем на экономику. Подгружаются картинки. И главный плюс этой программы, что все статьи, которые в этом диапазоне времени, по умолчанию, они кэшируются на ваше устройство. Изображения, конечно, подгружаются уже при подключении к интернету. Но сами статьи будут доступны в оффлайн-режиме. Можно найти любую интересующуюся категорию. Так, я задел просто. Можно найти любую интересующуюся категорию. И что мы можем сделать? Мы можем посмотреть на мини-миниатюрку, ну, превьюшку новости. И посмотреть ее описание внизу. Также мы можем поделиться этой новостью с друзьями. И просмотреть ее, нажав на изображение глаза, либо на значок play. Что под этим подразумевается? Сейчас я могу просто прочитать статью. Нажав на баннер «Вести экономика», мы скидываемся на сайт. Вот. Также, если хотим просмотреть это без чтения, просто жмем глазик, и у нас автоматически грузится видео с сайта. Работает все очень быстро и очень плавно. Пожалуйста. Вот. Мы видим время. Мы видим, как быстро кэшируется изображение. Оно все равно чуть-чуть вперед убегает. Вот. Но просто линия очень маленькая. Если хотите, можете повернуть. Но у меня ориентация отключена. Вот. Можем просто проскочить на любой фрагмент. Коршинину пришлось побеждать природу. Делать русскому актеру монгольские глаза. Ну вот. Все на русском языке. Сейчас сделаю погромчай. Очень тяжело. Ну просто дает на глаза. Вообще, конечно, надо памятник поставить, допустим, тому же актеру. Вот. Такое вот приложение. Просто must have. Потому что это главный источник новостей для меня с утреца, когда я встаю, я не хочу идти за компьютер, просто делаю себе кофе и уже на кухне все это читаю. Также она работает на планшете. Причем у меня планшет довольно-таки уже старый. Висоник iPad 7. Там ARM 6 процессор с частотой в 600 МГц. Ну так 800 с прошивкой. Но в любом случае оно там летает и это не может не радовать. Далее. Второй ресурс, который я посещаю наиболее часто, это Hubber Hubber. И есть два ридера в Google Play доступные для этого ресурса. Первый Hubber ридер, он очень простой. У него просто ну минимум настроек. Он загружает статьи и картинки на карту памяти через кэш. И таким образом у вас всегда будет оффлайн доступ к статьям, которые вы просмотрели. Вот. Давайте посмотрим. Допустим, вот эта вот статейка. Она будет доступна и в тот момент, когда мы отключим интернет. Вот. Но с другой стороны, все, что мы можем сделать на этом ридере, так это посмотреть посты, избранные, новые посты и люди. В общем и целом, это очень ограниченный функционал Hubber. Давайте посмотрим на второй ридер. Он намного лучше, но у него есть другой минус. Вот. Это сообщение вышло из предыдущего ридера, но оно появляется периодически, даже во время работы ридера. Но оно ни на что не влияет. Почему-то это может быть какой-то баг, который зафиксит в следующей версии. Но приложение работает без каких-либо проблем и иногда может выскочить это уведомление. Вот. Hubber Reader. Он куда круче. Он позволяет читать комментарии, также делиться новостями со своими друзьями, шарить их. Вот. Здесь есть и события, и вопрос-ответ компании, пользователи. В общем, очень здорово. Также есть поиск. То есть, любую интересующую статью вы можете найти. Но он не хранит все данные на карте памяти и в кэше. То есть, статьи будут доступны только в онлайн-режиме. И это, наверное, главный минус. В общем, если бы в этой программе была функция хранения все в оффлайне, я бы даже не пользовался предыдущим ридером. Давайте посмотрим, как это работает. Посты лучшие тематические и корпоративные. И давайте посмотрим, как выглядит статья про Microsoft, которую мы смотрели с вами на другом ридере. Вот. Ну, в принципе, просмотр почти одинаковый, разве что здесь другие немножко шрифты. И можно посмотреть комментарии. Это особенно важно. Но комментариев пока мало, потому что статья появилась вот только-только. Вот. Также можно посмотреть отдельно хабы. Вот. Можно выбрать, какие нас интересуют. Менеджмент, программирование, база данных. Давайте посмотрим какую-нибудь определенную. Допустим, Apple. Нет, Linux. Это мне будет куда-то ближе. Вот. И смотрим, что появилось. Ну, допустим, эту новость я уже читал. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть здесь. В принципе, все очень здорово. А вот этот черный квадрат – это видео. Вот. И комментарии. Комментарий здесь уже должно быть побольше. Вот. Также можно посмотреть, поставили ли плюс на комментарии, минус или у комментария. И также можно поделиться новостью. Вот. Ну, сейчас это будет занимать, наверное, секунд 10, потому что у меня много каналов, через которые могу шарить свои новости. Так. Ну, вот, пожалуйста. Можно эту новость распечатать. Вот. Все. Они все прогрузились, заработали. Вот такой вот клиент. Тоже must have, если вы любите читать Хаббар. И последнее, но не менее главное – это FOP IDE. Тоже, согласитесь, очень популярный ресурс. Очень классный. И вот отличие вот этого приложения, оно, во-первых, очень удобное. То есть, можно залогиниться, зайти под своей учетной записью. Тогда вы сможете получить доступ в личный ящик, в репутацию. Вот. И сможете качать приложение с FOP IDE через свой смартфон без всяких браузеров. Как это выглядит? Давайте зайдем на форум. Сейчас прогрузятся ветки. Здесь есть также и избранные, и подписки, и каталог. И давайте что-нибудь найдем. Для примера, пускай это будет Angry Birds. Жмем поиск. И сейчас выпадут все темы, которые будут по теме Angry Birds. Давайте возьмем даже самую первую, Angry Birds Season под Android. Синие ярлычки, которые были на новостях, означают, просматривали ли вы вообще когда-либо эту новость, эту статью. Здесь все сообщения, можно их посмотреть. Но самое главное, это шапка. Шапка тема, она скрыта. Открыв ее, можно посмотреть картинки. Описание. Еще какой-то спойлер. Так, дополнительные картинки. Это, видимо, добавили после того, как редактировали статью с выходом новых сезонов. Описание. Также дополнительная информация. Но целиком полностью функционал нормального сайта, который вы можете посмотреть через браузер. Только адаптированный под смартфон. И также можно скачать любую версию. В общем, давайте просто посмотрим. Вот, версия 2.5.0. Сейчас нас перенесет на нужный пост, где она выложена. Прогрузилась. Жмем на эту версию и нам предлагается ее скачать. Вот, поддерживается многопоточная закачка. То есть, можно качать 3-4 различных приложения. Все работает без проблем. Но также можно посмотреть и сам форум Windows Mobile. Все очень-очень работает шустро. Все очень удобно. Я доволен. Вот. Это, в принципе, неотъемлемая программа. Я думаю, на Android девайсах. Вот. Настроек здесь просто минимум. И даже сам автор советует здесь ничего не менять. Лучше не трогать. Лучше не трогать. Можно поменять поменение вкладок. Список тем и вообще интерфейс. Вот. Но сделано все в стиле айскрим сэндвич, поэтому не может не радовать. Два раза кнопочка назад и нас вносит из приложения. Так. И самая последняя на сегодняшний момент программка, которую я хочу вам показать, называется Surfing Bird. Вот. Я люблю этот ресурс. Когда мне скучно и нечего делать, я захожу через компьютер и стараюсь не скучать. Вот. Но сейчас нам предложат вбить свой логин и пароль. Секундочку. И здесь мы видим все... В общем, очень такой интерфейс. Очень удобный. Тоже, как и в случае в Surfing Bird, рассчитано на мобильные платформы. Можно посмотреть свой профиль, серфер, за которого вы следуете, избранные статьи, оценки, популярные, что нового и что добавлено. Можно что-то самому добавить, но я ничего добавлять не буду. Вот. И давайте серфнем. Посмотрим, что нам предложатся по моим интересам. А у меня это сериалы, IT и... Сейчас посмотрим, что еще. Гаджеты, игры, интернет, компьютеры. И почему-то сериалы... Странно. Может быть, я их убрал когда-то. Итак, что нам предлагается? Новость про Ubuntu. Что там за Ubuntu? Ubuntu 12.04 как альтернатива Windows 8. Кто победит? Победит, разумеется, Windows 8, а лучше будет, разумеется, Ubuntu. Можно поделиться с этой новостью, можно ее прокомментировать и можно посмотреть, кто ее расположил. Можно лайкнуть, дислайкнуть и пометить. Там что-то пришло, да, почта. Можно опять посерфить, посмотреть что-то другое. Также, если у вас поддерживается флеш, то тут были различные флеш-игры, мне очень нравились. Вот. Грустится статья, здесь вверху располагается. Так, вот что-то грустится, какая-то флешка. Experience. И что нам предлагается? Ох ты. Так, ну, сайт очень на флеше построен, и мы видим, что здесь что-то про солнечные системы. Вот это будет удобнее просматривать. Сейчас, мне интересно, что это. Ух ты. Какой интересный сайт. Ладно, видимо, действительно что-то стоящее. Я его отмечу как избранное, а уже потом посмотрю у себя на компьютере. Итак, давайте еще раз серфим. Что нам предложится? Ох ты. Нардиха из Скайрима. Классно. Очень классно. Лайкаем и едем дальше. И последняя статья на сегодняшний день, что нам предложится прочитать интересного или неинтересного. Что за комикс про Симс? Привет, мой маленький друг. Время прибраться. Да. Мило. Вот такие вот программки. Ссылки на все них вы найдете в описании к видео. Вот. А с вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Извините, что не выкладывал очень долгое видео, потому как камера вообще отказалась работать. Сейчас она что-то опять стала вменяемой. Более или менее. И читайте, читайте, читайте. Всем пока. Пока.